Доброго времени суток, дорогие друзья! Надеюсь, у меня нормально слышно, я ничего не задуваю. С вами God Hunt, а это VPC Ace Dota 2 Лига. LGD Gaming International против TongFu. Именно сегодня матч Best of 2 этих команд. Я видел по ставочкам почему-то более 70%. Коэффициент на TongFu, хотя я считаю, что команды, наверное, равны и запросто могут ребята из LGD International ушатать своих китайских собратьев. Так, LGD Gaming забирает себе Фуриона Визажа, в бан отправляют Элдер Титана к Лакворка. TongFu забирает себе Тимберсол, Химик в бане уже Нага ЦМка Тинкер. Ну и смотрим продолжение. Мужицкий дождь будет потом, в перерыве. Дорогие мои россияне. И не только. Привет всему СНГ и не только комьюнити. Возможно, какие-то иностранцы смотрят, наркоманят. Ну и что, над третьим баном очень задумались LGD Gaming. Забанили они пока что двух хардлайнеров, минус Элдер Титан, минус Клакворк и все это, чтобы Фурион устоялось более-менее удобно. Забанил всех героев, которые могут его мучить и приставать. Минус Шейкер. Интересный выбор. Ну, кстати, Шейкер обычно берут в паре с Сэмочкой, а Сэмка уже находилась в бане. Блэк Урс, а? Блэку, скорее всего, будет АЭМ. Мне почему-то кажется. Тонг-фу turned to pick. Шадоу демон четвертым баном от Гимминг Интернешнл. Тонг-фу забанили еще медведа. Рубика себе забирает. Freedom. Есть два саппорта, есть хардлайнер, нужен мейнкерри и медиа для команды LGD Gaming. Тут же есть алхимик, непонятно пока куда он отправится. Поставил прарочки, хорошо. Молодец. Все репосты караются нашим блюстителем закона, археологом, который им накарает. Это с моментом, как только начнутся всякие гадости. Вайпер для Тонг-фу. Да, хороший выбор. В последнее время вайпер все чаще и чаще заезжает в пике. Отличный ультимейт, а с Аганью установится вообще имбаланс на 80% редукшен мув спид, атак спид. Невозможно что-то делать под ультом вайпера. Погода, кстати, по поводу погоды, да. Вот сегодня выхожу с утра, встал, типа, полдевятого. Потянулся волшебно, зевнул. Посмотрел на банку с кофе, понял, что нет времени. И такой с хорошим настроением, летящей походкой. Спускаешься из подъезда, открываешь дверь, а там, сука, дождь. И ты понимаешь, что весь день твой с утра уже пошел на смарку. Потому что ты идешь и мокнешь. Он моросит тебе в харю. На, получай, крыса. Так что вот так. Вот такая погодка в Киеве. Еще недавно я хвастался, что у нас нет ни дожди, ничего. Все тепло и хорошо. И тут сразу же началось поплава. Луна, мейн керри, заезжает для LGD гейминг. Блэк на ком будет играть, не будет турсы. Остался мидер. Шторм Спирит о себе забирает Тунг Фу. И я так понимаю, это алхимик саппорт в вайпер мейн керри Тимберсоу в харде. Ну, Шторм Спирит, понятное дело, мид. И остался еще один саппорт. Хватит писать, что у меня день рождения. Ну, 30 апреля. Еще долго, дорогие котаны. Поэтому это все флешмоб, дорогие друзья. Никого дня рождения нет. Лучше раньше, чем никогда. Но тут дал листовой согласен. Адмирал Кунг отправляется в мид у нас. Да, интересно, кстати. И Кипер оф зе лайт. Последним пиком для Тунг Фу. Да, кстати, отличный выбор саппорта. Есть мана. Маны есть, можно и присесть. Говорит верхний наездник-алхимика. Я вам дам днюшка. Хватит меня старить каждый день на один год. И так уже дед. Итак, команда Тунг Фу. Жоу, Вайпер, XTT играет на Timber Soul. The SMJ, Алхимик, Сан Шен гоняет на котле. Му, Шторм Спирит. Команда LGD International. Фридом, Визаж, Мизери сидит в рубике. Пайкат, Адмирал Кунга. Бракс, он играет на Фурионе. И Блэк гоняет на Луне. Ну, а мы посмотрим расстановку лайнов. Что у нас 2-2 будет или что? Так, у нас что-то нереально резкая мышка. Мне не нравится. Все на минимум. Я понял. У нас обострение троллей в чате. Сейчас будет сабскрайбер. Снюха, короче, да. Сдрак, короче. О, какая прическа нормальная у Мизери. Прямо-таки вот Аргентинец во всей красе. Сделай Боярского погромче. Хорошо. О, Акс есть. Это вообще норм. Я вот такой онкут поставлю. Нормально? Мне кажется, вполне. Мне... Ну и смотрим, к чему приведет Battle Begins. Пайкат отправляется в мид на кунки. Ничего удивительного. Вот здесь Саншен какого-то болта делает в миде. Судя по всему, будет дабл мид, что ли, со штормом. Или он сейчас ретируется на ботом. Да, судя по всему, все-таки уходит на ботом. Ну, и к CT, понятно, на Тимберсуа отправляется в хардлейн. Стоять будет против триплы. Фридом уже в инвизии его поджидает у речки. Мизерит тут же. Болезнь Паркинсона. Тут же спалили. Есть Сентри Вард. Который обезопасил нахождение и CT здесь. Ну, а тут трипла. Вайпер, Алхимик через стан, понятное дело, саппортом. И Иллюминейт на первом уровне у котла. Хреново здесь будет стояться. На самом деле, Браксу цепанут его просто на изи. Если он только загуляет чуть-чуть, Алхимик выйдет в спину со станом. Вайпер один раз цепанет ядом и поплава. Ха-ха-ха, Денойт. Денойт. Шторм там изгаляется. Ну да, пока шнёт топовый криптат на карте. 5 на 1, 4-0 у Вайпера. Ну, видит, он начинает набирать обороты. Заддувка по спауну. Фрём вызывает пеньков. Будет пытаться как-то отвести лайн. Я думаю, у него получится, потому что тут некем загнобить. Здесь же гонят XTT. В XTT есть пассивка. Пытается отпиться. Очень много дэмэджа ему прилетает по спине. Жив, цел. 10 хп, лол. Неужели уйдёт? Сожрал тангуз. До последнего просто идёт мизери. Ну и понимает, что не догоняет. 10 хп остаётся у XTT. Он спокойненько уходит. Здесь прессует Бракса за вышкой. Наглеют ребята решили, я так понимаю, по-быстренькому спушить. Но недостаток в этом в том, что Бракса сейчас получает достаточно опыта. В то время, когда его не будут погонять из-за вышки, как сейчас, у него будет достаточно опыта. Пытается отвести крипов, отводит их трентами. Всё грамотно очень сейчас делает. И... Пуш вышки приостановлен. Потерял вышку, правда, 300 хп. Здесь продолжение драки. Мизери на хосте. Прессует Му. Станг Алхима. Но это минус Мизери. Фёрст Блад. Забирает здесь МГ на Алхиме. Отличная игра. Отличный сейв ТП. Третий уровень есть. Второй стан теперь... Ещё проблематичнее. И вот теперь уже Бракс, который стоит на хардлайне в соло, уровнем меньше, чем Алхим. Беда-печаль. Бракс, сделать просто ТП-аут. Наверное, правильное решение. Да, понимал он прекрасно, что уйти ему вряд ли дадут. Да ещё и могла задувочка откуда-то влететь. Нежданно-негаданно. Поэтому решил просто... Просто в освояйся на фонтан. Смог появлять Суалхима. Что у кого-то пойдёт. Безэйдж перестанавливает игру. И Бракс выходит. Секундочку, говорят. Так, а мне нужна тоже секундочка. Я сейчас быстренько вернусь. Пам. Надо мышечку настроить. Она что-то летает нереально просто шустро. И мы возвращаемся в доту. Всё, вроде поприятней стало. А то я всю жизнь лоу-сенсор, а тут сейчас такое началось. Так, я никуда не покидаю вас. Всё тут. Успокойтесь, катаны. Не буяньте. Надолго нажать панель управления мыши, управление указателя, снять акселерацию и убавить пару делений. Да у... Мне вчера, кстати, подарили какого-то анонсера, если не ошибаюсь. Так, там игра продолжилась. Всё, ладно, потом посмотрим. Кто-то вчера мне что-то впихнул. Периодически народ просто кидает трейд и вталкивает туда что-то. Ну, я могу вам сказать, что я не шмотодрочер. Потому что, ну, как бы никогда ничего не обменивал, не выменивал и так далее. Только друзья что-то просят. А вот мне бы такую штуку. Я попытаюсь что-то из своего инвентаря нахоботить. Чтобы им подарить, приятное сделать. А так... Всё, что я нахоботил, это на Фуриона. Всё, это то, что любимые герои им играют дофига, а остальное всё такое. Ну и что? 24 на... 16. Это крипстат с блэка, топовый на карте. На луне. Следом идёт 19 на 5. Жоу на вайпере. И... 18 на 6. Шторм спирит в метле. Пайкат. Тоже выформил 18 крипов. Следом идут саппорты. Но у них тут... По 5, 3, 2, 1 крипу. Физы появляются у блэка. Без всяких медасов и прочей гадости. Решил поиграть в доту сразу очень сильно. Возвращается Фурион на лайн. Почти четвёртый уровень. Правда, Жоу здесь уже... Ой-ой-ой, нас здесь Кунку прессанули в медле. А у Кимик через... Даже без самока, судя по всему. Возможно, через инвиз пришёл, дал стан. И Кунка отправился в таверну. 2-0. Впереди Тонг-фу. Пока что навязывают свою игру. Скоро ещё выйдет Жоу с ультимейтом. И станет ещё проблематичнее здесь находиться Браксу. А Бракс только четвёртого уровня. Ну сюда нужен ЗСМД, да. Если выйдет ЗСМД со станом, Бракса закончится всё это дело. И на топе начинается пушиться тавер. В кустах сейчас находится XT-тип. XT-ти только второго уровня. Получает третий сейчас за счёт того, что крипы подошли так близко. Саншенг, Мия. Крест. Торрент. И на коне, на дельфине, на коне. На всём, на всём, на всём, на всём, что можно. Прокатил сейчас Саншенг. Ну что, смещаются на ботом с попыткой цепануть Бракса. Бракс четвёртый уровень, нифига нету. Крипстатс 6 на 1, ну ещё более-менее. И с чё, ничего. Блэк у нас пока что впереди планеты всей. Есть Ринков Базилиус. Причём включённый. Всё, и всему ребята решили пушить в наглую очень. Так, кого-то пытаются цепануть. Пытаются цепануть Саншенга. Есть Торрент. Сюда же уже летит Курион с прутами. Конечно же, раскат от визажа. Закрывают здесь Саншенга. Саншенг, скорее, отправится в таверну, да. Есть таверна. ТП нет на Т1. И, судя по всему, Лайн будет скушиваться. Икс-ТТ здесь один. Прекрасно понимает, что лучше не боковать. Все пять игроков сейчас находятся на топе. И быстренько сносит мид. Тем временем на ботами. Ребята пытаются повторить то же самое. ТП на Т2 на мид от Мизери. И Мизери выдвигается. Хотел выдвинуться, по крайней мере, на Т1 на ботами. Отводит крипов за СМЖ на Эншентов. Или нет, просто уводит. То есть он хотел просто увезти, но они возвращаются на Лайн. Тем временем Жоу пытается спушить тавер. Здесь есть катапульта. Фейтболт от Рубика. Ну, крипов украл, да. Теперь пропушить будет гораздо труднее. Жоу отпился. Приходится с СМЖ. И Алхимик забирает эту вышку. 750 на руках. Вроде все не так плохо. Размен таверами пока что прошел один в один. Я не знаю, где Чуань, дорогие мои друзья. Не следил за его перемещениями, так сказать. Что, 56 на 31 у Блэка. 46 на 8 у Жоу. Следом идет Шторм. 36 на 7. Кунка 30 на 8. 14 на 0. Вот Саншин. Кажется, в миде очень много времени проводит. Почти пятый уровень уже получил. Ну, и Эллиминейтами тут задувает. А Жоу продолжает выфармливать крипов. В Рубика появляются Арканы. Восьмая минута. Можно посмотреть графики. Чуть более 250 золота преимущества у Тонгфу. По экспел. GD-Int впереди на соточку. Но это вообще гроши. Их даже не стоит считать. Все такое 250 зол. Это на один пак вардов. Или одна пачка крипов. Можно как угодно считать. Прикольная медуза. Ну что, Жоу. Жоу идет в фаст-меку. У меня уже есть Баклер. Есть Хедреск. Остается буквально 200 золота после катапульты до непосредственно самой Мекки. Я думаю, катапульту не отпустят. Конечно же нет. И после этой пачки у Жоу появляется Мекказм. Что позволяет на девятой минуте очень удачно можно пробовать подраться 5 на 5. Потому что Мека на таких минутах решает очень-очень много. Это 1 треть ХП. Алхимик начинает заряжаться. Врывает нулу. Должна быть притяжка. Пошел стан. Все это под айсит спреем. Очень много дэмэджа получал сейчас Блэк. Но выживает. В XT надо отсюда уходить. Лизаж расставался. Му еле живой. Ульт Фуриона. Минус Му. Фурион сюда прилетает. Получает стан от Алхимы. В XT очень мало ХП. Работает пассивка. Бимы во все же подстают. Минус за SMJ. Это 0 в 3 в пользу LGD International. Как я и говорил. Не знаю почему 70% ставки на Тунг Фу. LGD International в последнее время показывает достаточно хорошую игру. И чтобы Блэку чуть меньше фармить. Побольше участвовать в тимфайтах. Но вот мы видим, что здесь Брак очень хорошо подлетел. И с ультом, и сам. И десятая минута. Понятное дело тут кардиограмма скаканула. Пора, пора, порадуемся. Ну что, смещение. 5 мид решили все-таки с Меккой подраться. Да, это, наверное, правильное решение для команды Тунг Фу. Ну, Мекка сейчас очень многое может изменить в файте. Поэтому, наверное, нужно ее как-то реализовать. Более, здесь у вышки осталось 368 кп. И сейчас быстренько спионерит отсюда. Ну, может быть, Фурион на 10-минуте, потому что он стоял в трипле против трех героев. Фамильяры. Силы света разрушили вышку. Отдого Фамильяра успел забрать. Му второго успели посадить. Ну и хотя бы соточка. Ну, что имеется? Имеется, ну, талисман, ботово, робовземаджи и ПТ. 800 на руках. Существует, что это будет попытка собрать фаст архит. Точнее, не фаст архит, а уже просто архит. У Блэка ванкликом появляется сейчас барабан. Не стал он добирать БГБ. А там Кунг, тем временем, забрал за СМЖ. Фурион, Визаж, Кунг, а втроем смогли распетлять алхимика, несмотря на то, что... А, он четвертый уровень. Да, у него ультимейта нет, поэтому нет никаких проблем в том, чтобы его забрать. Ну да, вот есть такая штука, как Котл, который очень любит отпушивать. Показывают, что возможно будет врыв на Блэк. Блэк все это чует и на Физах отсюда ретируется. Ну, правильно, ему нужно дофармить БКБ. Это БКБ еще. Прилично. 2 200 золота. Хотя, как фармит Блэк, для нее это не проблема. Так, врыв. Тут же Торрент. У него огромные проблемы. Мурт погибает просто с раскаста. Попал он здесь на кресло на Торрент. Цепанули его. Здесь Жоу. Цепляет Мизери. Поднимает Мизери. Должен быть стан. Стан есть на Ухима. Корабль пошел. Корабль залетает. Отлично, по-двоему. Рассказ. Жоу. Жоу страдает. Тут от ультимейта. За SMJ пытается уйти степа аута. Улетает, но здесь крестик. Возвращают его на место. И это опять 3 в 0. 3 в 0. Еле живой Рубик с двумя ХП. Понятное дело, что это все корабль сделал. Ну и что? 8-2 в пользу LGD International. Преимущество начинает расти. Сейчас, возможно, еще в медле рухнет вышка. Потому что долгое время не будет. Пытается сделать аут. Бима нет. Но да. Улетает от Блэка. Наша Блэку остается 1600. Но БКБ и драться станет еще труднее. Я не писал, что для Тунгфу это изи катка. Я сразу с самого начала игры сказал, что не понимаю, почему 70% ставят на Тунгфу. И если команды-то примерно равны. Попытка спонуть Бракса увенчалась успехом. Котал задул. И это 8-3. Да, конечно, по золоту. Преимущество на нуле, грубо говоря. 750. Вот по эксперт на 3000 вперед вышли ребята из LGD Gaming International. Это неплохо. Ну как бы если ты проигрываешь первую карту, ты уже автоматом не выигрываешь. Типа по причине того, что Best of 2. Максимум, что ты можешь надеяться, это ничья. Ну и что, продолжается у нас фарм. Можно посмотреть по Нетворсу общие ценности. А 7300 стоит Black. Самый топовый Нетворс на карте. Скоро будет БКБ. Б6 стоит следом Жоу на Вайпере. Му играет на Шторме и стоит 5000. У него, кстати, что-то Рубик украл. Украл он, кстати, Кремонант. Пайкат. 4800. 4300 Фурион, но все остальные близко. Впереди пока что только Луна. Пошел уль... От Фуриона. Пытались свернуть крестом, не получилось. Шторм заивейдил. Отпивается Му и все у него нормально. Отправляет его Котов к себе. Привет, Му. Да, прилетает Му сюда. Почему бы котел Ман ему не дал, не знаю. Ну и LGD International. Продолжают пуш. Точнее, сплит пуш. Три на ботами, два на топе. Бракс, четвертые пеньки, Физы, Мидос, Базилия 600 на руках. Неплохо, неплохо. Бизажа пока медалички нет. Бракса появится БКБ. Ой, Блэк, извиняюсь. Можно будет и подраться. Кончанты идут в код. А графики, конечно, жесткие. Экшпириенс продолжает расти в пользу LGD Gaming. Ну а мы наблюдаем, как Интернешнл состав будет сейчас катать китайцев. Я не знаю, за кого вы топите. Я топлю за красивую доту. Не понял только, почему недооценили LGD Gaming. Интернешнл вроде и состав хороший. Могут что-то в игре. Но у нас Луна приобретает наконец-то БКБ. Шнадцатая минута БКБ, Физы, Барабаны, Базилия, то очень-очень неплохо. Это же Блэк. Задрот фарма. Кунка в смоке. Руна Дабла есть. Пятнадцать сиков. Тоже четыре Барабана еще непроюзанных. Любители побарабанить-то. Ну и тут спушивать ботом. Тавр правда фуловый. Алхимик сейчас будет таиться в кустах, я уверен, чтобы выйти. Его время дать станчик третий уровень. Есть наконец-то ультимейт. Теперь ему не так просто цепануть. Кунка в смоке забежал. Из SMG делает отсюда просто т-паут. Понимает прекрасно, что ловить тут нечего. Надо хотя бы разменивать т-ра, надо на топе тоже его забрать. И кстати, прекрасно это понимает. Чуть будет агрессировать. Тут немножко быстрее его заберут. Да, минус Т1. На ботами и я думаю, ребята пойдут дальше. Хотя нет. Очень много сейф ТП на Т1. И будут цеплять. Есть крест прокачанный, двойку торрент. Так, Алхим, пошел заряжаться. Пять секунд. Проблема сейчас огромная у Пайката. Пайката прилетает в стан. Успел он запустить корабль. Корабль покрывает мимо. Ну хотя бы дал баф. Так, их сети уходит. Минус кунка пока что есть. Крут ли кого-то цеплять, пока непонятно. Спруты в Жоу тут же спиливает их Тимберсоу. Фридом, ну получал очень много дэмэджа. Это даблкилл от Жоу. Станк. Но Мизери тоже, скорее всего, отправляется в таверну. Подлетает за секси Т. Триплкилл от Жоу. Бим. Есть эклипс луны, но юзать не стали. Там три в ноль. Провели драку Тунг-фу. Еще и забирают в вышку. Что есть очень хорошо. Брак с 2500 на руках. Не знаю, будет ли это фаст текста или что-то другое. Возможно, он будет некры. Кажется, непонятно. Жоу. Мека, поинт-бустер. Да, гони ему после этой драки. Осталось вообще просто гроши. Ему он сейчас буквально добьет пару пачек крипов. И жизнь намного хуже станет у команды LGD International. Потому что там начнется такой дэмэдж прилетать с аганима. С маленьким гулдауном. За файт может кинуть 2-3 ульты. Что практически вырубит 2-3 героев. То есть, если это будет какой-нибудь рубик, он склеит ластный момент. Что мы? Совсем скоро появится архит. Есть уже один облион став, но второй хватает. Руна регенерации в кармане. И нул талисман с ПТ. Все тихо. Я думаю, графики резко изменились. Да, отыграли ребята более двух кусков за одну драку. И уже на пятихатку вышли вперед по экспе. Все 4000 были отыграны за именно этот файт. За 3 пауки у Жоу. Все слислось на ноль. Кто-то поставил 300 гривен на тунг-фу. Не за европейцев болеет. Алычный человек просто. И что, мув? Дархида 150. Все путем. The SMJ. Во, во, во. Алхимик собрал Мидас. Алхимик саппорт собирает Мидас. За этот номер просто. Хотя все собирают Мидас. Мидас стал мейнстримом. Не собрал Мидас. Слил игру. Хотя вчера 3 игры было наоборот. 3-4 Мидаса в команде его MVP. Ход с Икс и 3-4 игры с Лида. Пытается фармить Архид. Все тихо. Что фармит Жоу? Жоу уже есть Аганим. Вот он сейчас прилетел. Сколько тут дэмэджа? Периодический урон 100 в секунду. Длительность 5,1. То есть 500 где-то 10 он наносит урона. Замедление при движении 60%. Замедление атаки 60%. Работает на БКБ. Поэтому Луна теперь маленько может стать чуть-чуть бесполезной. Если ей воткнуть этот ультимейт. Просто пык и все. И Луна, что бы у нее не было, становится юзлис. Без Мидаса жизнь плоха. Ну что, Блэк продолжает фармить. Есть барабаны. БКБ 1900. БКБ 10 секунд. Но еще не юзывалось в файтах. В кустах стоит Брак. Собрался Шадоу Блейд. Воу-воу-воу. Полегче. Он же юзывает сейчас. 28 секунд кулдауна. Ну зачем? Он нафиг нужен. Лучше уж не Кры. 3000 это не Кры. Первый уровень полный. Потом по 1200 еще нафармил фуриончиком. Третье не Кры дают гораздо больше пользы. Шадоу Блейд. А то они не купят просветку. Проблема огромная для Тунфу. Гем сейчас втарят сразу. Ну что, Жоу. 14 уровень. Пытается выфармить себе 16-й. Понятное дело. Хочет 80% слоу. Блудстоун появляется у XTT. Тоже стоит отметить важный момент в игре. У меня в наушниках что-то со звуком. Что с тобой, братья? Все нормально. Измирал Бульдог с Шадоу Блейдом не часто играл в новой доте. Второй доте в Азар нет. 14 секунд или сколько там? 17 секунд кулдауна. Да, ты практически нон-стоп находишься в инвизе с периодичностью там в 3-4 секунды. Сейчас проходил чуть-чуть и надо очень-очень долго тусить в вижене. Ребята ушли фарм. 22 минуты. 6-8 счет. Икспа. Ой, золото на нуле. Икспа. Тысяча преимуществ. ЛГД Интернешнл. Вот за что я люблю ЛГД Интернешнл. За то, что они тупо фармят. Вот Блэк это человек, которого заставить драться. Я не знаю, что нужно сделать. Вот, крипы. Все мое. Просто лес, 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 лес. Линия. Лес, лес, лес. Линия. Драка? Нет. Подрались один раз неудачно? Нафиг надо. Пойду еще побью крипов. И такой же фигней сейчас занимается Тон Куй, поэтому дота превращается в избиение крипов. 200 крипов на 20-й минуте, чтобы вы понимали. 195 на 34. Это немало, я скажу так. Вот не знаю, что еще айс-фрогу надо сделать, чтобы дота стала не такой, какой иногда видят ЛГД Интернешнл и Райзинг Стар Сайджи, когда играют 90 минут и просто бьют крипов. Падает Рошан. Забирает его себе Блэк сейчас. Да. И выигрывает 6 минут безопасного фарма. Да, кстати, убирать крипов или выпускать их с каждой минуты меньше. То есть он на 10-й минуте меньше. Так, попытка спануть Блэка. Получил ультимейт, Блэк. Да, очень много дэмэджа он нахапывался. Через 4 секунды вайпера будет еще один ультимейт. Му на хосте. Находите. А че не стал цепляться-то? Что-то украли. Украли, кстати, Кремонант 3 уровня. Ну, это не страшно. Не заеби. Пытается формануть Крепочков. Прикольный Рубик. Какой-то такой... Давит, как будто какого-то таракана там ногу так закинул. Ач! Муравья раздавил. Сэмджей. Мидас. Медалька в первый уровень прокачанный. Есть ПТ. Ну, вроде все неплохо. 1600 на руках. Нет, Дота должна быть разной. Но Дота не должна быть такой, чтобы не было экшена своих героев. То есть, в чем суть Доты? Суть Доты в том, что вот есть герои, 10 героев там со способностями, которые используются, чтобы убивать друг друга. Когда способности используются, чтобы убивать крипов, которых можно убивать без способностей, это смотреть неинтересно. Интересно смотреть драки 5 на 5, где каждый быстро принимает какое-то решение что-то делать. Чтобы убить вот так крипов, решение быстро принимать не надо. Это превращается просто в занудный фарм. Чтобы получить еще один артефакт, плюс 10 или 15 демеджа. Ваня Артстайл очень много раз показывал со старыми навы, что чтобы драться и убивать, не нужны артефакты за 3,5-4 тысячи золота. Нужна базилия и урна. И пошли. Вот насчет больше 6 слотов не нафармить, ты ошибаешься. У медведя периодически 12 слотов, и их умудряются выфармить. И, кстати, начинает сплит пушить. Т2 на ботами страдает. В общем-то, нормально. Хит эндран вот этот. Ну и оттаскивает он на себя. Алхим продолжает фармить. Откатился уже Мидос. Сейчас, оп, 2200 или 2300 сразу станет. Да, 2350. И продолжает нарезать крипов. Ну и вот, смотрите, вот прошло 4 минуты. Ничего не изменилось по графикам. 500 выиграли за 4 минуты. А GT International это вообще, ну, как бы не деньги. 500 это вот. 3 минуты Аегиса осталось. И они даже не пытаются за эти 3 минуты навязать какую-то драку. Несмотря на то, что у них мейн керри будет драться 2 раза. Есть БКБ 10-секундный, есть Манта Стайл. Ребята просто хотят бегать. Бегать и... Пайпер ультимейт. Похотка с вами БЛЭКа. Ну это вот просто так, да. Вот накинул ультимейт и всё. Хотя их тут 4 человека. Есть шторм, который может подцепить. Но никто никуда не суётся. Зачем же рисковать, если есть Урсы? Вот Урсы это да. Урсятину. Приду я в лес. История от БЛЭКа. Вижу Урса. Я и Урса. Быстренько её форману. И к следующей Урсе. Она меди-герои. Да ну их нафиг. Они ульт-вайпер дают. Ходить не могу, бегать не могу. Формить могу. Я слышу где-то стук. Стук алхимика. Кого ты там стукаешь? А вот и Мелл Шторм. Вот он Мелл Шторм. Пацаны, Мелл Шторм и не слышно. Надо прибавить. Ну хотя бы видно. И то ладно. Уже неплохо. Драк у нас в миде. Кого-то цепляют. Цепляют здесь Жоу. Жоу пытается заиведить. Произвел Меку. Очень много дэмэджа сейчас из себя впитывает. Эклипс пытался залететь на КГ. Не получилось. И очередной бим-крест. Но да, у Жоу небольшие проблемы. Будет ли байбэк? Есть байбэк. Возвращается тут же на мид. Фридома спилили. Алхимик идёт со станом. Заряжается. Стан будет в Мизери. Мизери огребает стан. Залетает сюда же Шторм. Просветочка. Брак с огромной проблемой. Вряд ли он отсюда уйдёт. Это минус 3 в 1. С учётом байбэка. Жоу. Шторм. Пытается кого-то найти. Никого не находит. Но сейчас вышка в мидле будет падать. Вот объяснили немножко сейчас тонк-фу, что иногда надо драться. Да. А Блэк, если что, в драке, где погибло 3 типа из его команды, даже не потеряла Егис. Сы, Вова, скажете вы? Не знаю. А может кто его подставится и вбить в себя очень много дэмэджа? Кстати, второй раз с БКБ и уже подраться? Кто-то нужен с солнечным на ботом. Там слишком много хлипов. Да, и сюда кто-то летит. И сюда здесь СМД. Медалька второй уровень. Сейчас будет третий. Да, с фармом у неё всё в порядке. 2 200 на руках уже. Сейчас откатится медасик. Уже может купить им таблеточку. Киперстоун, который. Нет, пока убивать луну с Аегисом. На такую толстенькую, причём луну с барабанами, мантой и так далее, ты потратишь достаточное количество спилов и хп. Потому что в это время тебя кто-то будет бить, если твои саппорты не убегают от противоположных героев, а могут драться, пока тебя бьют. Они нанесут какой-то дэмэдж. Как ни крути. Даже с руки. Так, здесь цепляют. Нет. Присасывает алхимика. Коттл. Всё нормально. XCT продолжает пушить. Один из Блудстоуна в БКБ есть. Чувствует себя в безопасности. БКБ забрать очень трудно. XCT. Один из стаков брони. Тут иллюзии его вообще не пробивают. На самом деле, XCT здесь проблематично убивать. После этой драки Тонг-фу вышли вперёд на 3000 золота и 1500 по хп. На 30-й минуте это незначимо. Интересно, они собираются вообще дальше играть? Почему вот они выигрывают драку 1 в 3 и продолжают фармить? Типа у нас всё хорошо, мы выиграем драки, его ещё пофармим. 3500 у Вайпера. Нужно продать им какой-то стик или ещё что-то. Или Базилию приобрести себе БКБ. Гем появляется у котла, как и ожидалось. Проблема в том, что 6-ти слотовая луна не жёстче 6-ти слотового алтхимика и 6-ти слотового Вайпера. Вайпер воткнёт ультимейт 16-го уровня, будет 80% слоу. И что делать луне? Ничего. Мутут в поисках жертв в шурум лесу. Нам появляется БКБ, ждёт он угр-клаба. Ой, курьера пришёл уже, неужели? Какой хоть какие-то убийства у нас происходят на карте? Правда... Подождите, а в смысле... Курьер сил света был убит. Чего это такое ухо? А, вот, мёртв, мёртв. Где-то вот здесь погиб, непонятно как. Ну что, она дефит Т2. Саншенка 11-го уровня. Форстаф гемогр-клаб. Уже задувает, чтобы сбрить крипов. И у неё сейчас это получится. Отличная задувка. Начинает падать тавер. Верятся фамильярд. Есть фортификейшный, думаю, что ребят ещё будут отступать. Луна, азиева, идём мантой. Станк. Тут, станк, оставался СМГ. Я не понял, куда он полетел, потому что у меня это были цифры над головой. Ну и отступили. LGD International опять уходит. Подошли к вышке, сделали три тычки и... Escape. Жоус БКБ, есть СМОК. Петером накурились в лесу. И пошли рубать колбасу. Так, есть просветочка. БКБ у Кунки. Ну что, найдут кого-то или нет? Заходит на Рошана. У-у-у. Должны сбить Линкут уже. Чтобы Вайпер в одну ультимейт. Вайпер не будет. Хотя, нафига он тут нужен. Падает мгновенный Рошан просто. Забирайте шпыржи перед Аегис. Диваринг происходит сразу. И теперь 6 минут безопасного фарма у команды Тунку. СМЖ. Есть у неё Мьёльнир уже. Осталось принести себе только рецепт. Что у нас по айтемам? По айтемам. Жоу. Аганим. БКБ. Мека. Стики. Их стити. Блудстоун, БКБ, щиток, сапог. Больше ничего нет. За СМЖ. ПТ-шечка, БКБ. Мьёльнир уже, можно сказать, есть. Мидос, урна. Саншенг, саппорт. Сапоги. Транклил. Форстаф, Огреклаб и Белт оф Гянстер. Судя по всему, будет собираться Сейндж. После чего соберётся Алибарда, чтобы затыкать луну. У нас Шторм пытался ворваться. Я думаю, зря он это сделал. Тут же рассказ очень много. Улетает. XTT. Пойдёт ли прессовать? Нет, не пойдёт прессовать. Выталкивает Алхимика. Прилетает Стант Мизери. Будут ли забирать Мизери? Диск пошёл. Мизери накручивает. Нет, тут всё-таки осталось в покое. Задумочка от котла. Вышка начинает падать. Что у нас дальше там? Архит. Илинкау Шторма. Также есть Аегис и Гем. Сейчас после этой вышки пройдёмся по команде LGD International. Проскаст. Попытка спанта Саншенко. Потащили. Залетает в сети очень хорошо. Успевает проражать БКБ. Иклик включается. Корабль туда приезжает. Здесь минус 2 уже у команды Тонг-Фу. Байбэк делает Фурион. Должен врываться назад в файт. Уже он здесь есть. И это ТП-аут. Рубик успевает забрать ещё и Жоу. Это минус 3 в одного. Ответная драка от команды LGD International. Посмотрим, так, что у них есть. У них есть Мизери. Арканы. Мистик Став. Суть ему Хекс появится. Пайкат. Имеет Фейзы. БКБ. Шадоу Блейд. Барабан и Боттл. Так, вот пошёл в Тар. Мизери. Приобрёлся Ультимейт Торп. Осталось Войд Стоун и будет Хекс. У Бракс уже есть Хекс. Есть Шадоу Блейд. Есть Мидос. Базилия. Выключенный почему-то. Блэк имеет Монту. Фейзы. БКБ. Уже, наверное, Батерфляй. Доминатор и Барабан. Я думаю, Батерфляй скоро прилетит. Нет, нет. И скоро начинает падать Вышка. А что, нету Байбека? Лол, нету Байбека уже. Вышка будет падать. Практикечно нет. Это, скорее всего, минус сторона. Что тут сделаешь? Врывается Му. Му потратил всю ману. Ну, понятное дело, он сливает Аегис. И улетает Сьюч Шторм. Придает Ультфуриона. Падает Казарман Мечников. Я думаю, Ринжовый Барак тоже быстренько фарманут. Или нет? Отходит. Отходит, ребята. Отлично играет. Интернешнл. Будут пытаться цеплять. Алхин. Стал в стан. Просто уходит. Уходит сейчас в ЛГД. Все правильно делают. Забрали Аегис. Забрали одну сторону. Да. 12-10. По нулям. И тут по нулям. Да, теперь у них меньше фарма. Можно еще пофармить. Что вязать собирает? Я так понимаю, Мекку? Еще одну. Потому что... А нет, не еще одну. Это первая Мека в команде Лоу. Решила нарисоваться. Ой, мизери, что украл. Баллайтинг. Алхимик. До сих пор не собрал всем Юльнир. Не знаю почему. Чего ждет. И очередной смог. Четвером выезжают на происки. Я думаю, они найдут сейчас в Медле приключения. Будет праздник. К нам приходит. По крайней мере, это за SMG. Неужели не спалит? Так, здесь цепляют. Залетает. На Хиксей сейчас Рубик. Цепляют здесь Жоу. Жоу провезло БКБ. Ульт. В Бракса. Ой, в Блэка. Блэк, кажется, живой. Корабль прилетает сюда. Здесь мизери сожрали. Шторм начинает эвейдить. Очень много дэмэджа получает. Господствует сейчас Блэк. Уже минус Рубик на Алхимика. Фридом. Диск пилит. Улетает отсюда. Иксити. Ну, один в один. Драка. Но забрали Алхимик. Разменяли его на Рубика. Не самый лучший вариант. Потому что упадет. Что, вышка в медведы? Дэфи нечем. Падает вышка. Кунка забирает ее. Тут уже есть Баттерфляй. 4000 сверху. Откуда Блэк фармит бабло просто? Дизолятор появляется у Фреона. Что-то по золоту. Баху ска уже преимущество в The International. Он не знает, чего бояться. Почему не сносит вышку? Понятное дело, там задумочка. Решили снести топ. Бракса с дизолятором. Вышки станут падать еще быстрее. Так, драка. Увидишь, что здесь сделал Коттл? Саншенк почему-то загулял. Ему объяснили, что гулять не надо. Теперь 45 секунд нет задувки. Ребята это прекрасно понимают. То, что можно нагнетать на Тауэры. Крипов сносить. Поби, правда, киском, стармом и так далее. И пошли тычки. Дышка падает очень быстро. Хурион. Очередная пятихаточка заезжает в карман. 1300 изолятор. Хекс. Асид спрей. Ну, тут я думаю, это мало что поменяет. Ребята смещаются на мидл. Ну, мне что-то летит. Скорее всего, сатаник. Да, это и есть сатаник фуловый. Ну, без доминатора, который уже лежал в кармане. 39-я минута. Уже за 4 куска преимущества. Немного посыпались Тонг-фу. Да, Луна сейчас заберет еще одну вышку, скорее всего. Да, падает все это мгновенно. Это нечем банально. Очередная вышка для Луны. Ну, и вот рисует план Капкан. Типа, давай, фармить. Все, все, все. Мы же поджали их. На самом деле, огромные преимущества сейчас выиграли ребята. Там, кусков, наверное, за 7. Правда, 40 минут. Вижу. Появились хейтеры. И глоры сразу. У Тонг-фуи. LGD. Интернешнл. Что, пойдут сносить или нет? На хуй по карте пока что мансуют. Вот здесь тринтов присунули. Муз, сексити. Уже неплохо. И рисует план Капкан Блэк. Типа, давай, ребят, погнали. Есть сатанник, есть БКБшка. Семисекундная манта, бутерфляй, барабаны. Все на месте. Можно идти и заканчивать. Кераса, кстати, появляет в алхимик. Это многое может изменить. Если все попадут под DaySid Spray. Это будет печально. Прилетел ультфуриона. Сбил линку шторму. Шторм сразу отсюда пытается уйти. И всему план Капкан через мидл будет не реализован. Тут из этих ребят фиг кого цепанешь. Да, XTT просто улетает на цепочке. У шторма, понятное дело. Ультимейт. Нужен архит срочно. Браксу, чтобы затыкать шторма. И попроще было взбирать или того же Тимберсова. Общая стоимость героев. 27 тысяч у Блэка. 19 тысяч у Фурион. 16 тысяч у Алхимика. Почти в два раза отстоят. 15 тысяч у Шторма. 14 тысяч Кунка. 14 тысяч... Уже даже Кунка перегнал Вайпера. 13 тысяч Тимберсов. Да, все печально пока что. На команде Тунг-фу. Луна дико перефармила всех. Ну, у нас еще 4.06 идет. 407 крипов. А, господи. Страх. Так, подвигаются на Шторма. Ну, я думаю, ему отсюда быстренько улетит. К тому же у нее есть Линка. Так, улетает на Мизере. Потратил Архит и просто отсюда улетает. Здесь подходит Фамильяр. А маны-то уже вообще нету. Прям абсолютно нету. И улетать сейчас некуда. Новые Фамильяры. Сажает. Прилетает сюда Бракс. Начинают набить. Минус гем, минус шторм. 3600. Есть у него байбэк. Но я думаю, ребята как раз на него сейчас и разведут его. Подойдут к Т3. Дождутся пока выкупится шторм. И отойдут, скорее всего. Хотя, может и нет. Может и не будут отходить. И пойдут до конца. До конца гейминга ЛГД Интернешнл будет? Нет? 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 Задувка. Крипты упали. Культ от Вайпера. Блэк заходит на ХГ. Жоу. Тут же Мека. Начинает падать. Вышка. Да, вот, конечно, рассказ просто бешеный. Мизери еле живой. Жоу. Фиксе. Фамильяры сели. Жоу успел нажать и клип, но это его не спасло. Это, правда, минус Вайпера и минус Шторм. В размен на Рубика. Такое, такое. XTT. Просто делает типа аут. Будет заход на ХГ. Рубика не хватает. Я думаю, это не сильно напрягает ребят. Байбэк от Вайпера. И отходят. Кстати, Шторм так и не сделал. Байбэк. 3 800 просидел все это время в таверне. Никак не реализовали это время. Ребята даже не снесли одного тавера. Это странно. 4 800 у Блэка. У Шторма появляется БКБ. Теперь можно баковать немного... ...посильнее. Ой, я перепутал. Не жёлого. Блэк нажал клипс. И жёлого это не спасло никак. Заговорился. Чуть бывает. Так, Фридом. Очень много дэмэджа получил. Гем уронил. В Му сейчас едет корабль. Въехал корабль. Но тут больше нечем испануть. Ну и Бракс начинает этот... ...сплит-пуш-мастери, да. Я вас не выпущу с базы. Как бы вы не пытались выйти, выбирайте либо Рошан, либо Т3 и сторона. Полетает на Рошана. Рошан будет падать. Все лайны отпущены. Хотя вот может драк остается на Рошане. Я думаю, Рошан до этого времени уже падёт. Пока ребят сюда подходят. Очень много дэмэджа. Минус Рошан. Не вовремя сюда въехал к сети. Понятное дело, сразу же БКБ и отсюда бежать-бежать. Нафига там драться с Аегисом. 6 минут можно ещё пофармить. Спокойненько. 45 минут позади. 7500 преимуществ LGT International. По экспириенсу 5 кусков. И мы продолжаем наблюдать то, как ребята убивают крипов. На ГПМ, я думаю, здесь ничего запредельного нет. 676 на Луне. 577 на Фурионе. Всё, по-моему, дефолтненько. Что, попытка цепануть будет? Да шторма сейчас цепануть нереально. БКБ, ЛНК. Как его тут убивать? БКБ, ЛНК сбили. Просто тп аут. Да, 6 минут пофармим. А там дороже ещё чуть-чуть остаётся. Ещё потом 6 минут пофармим. Любимые китайские доты. Пацаны знают толк в игре. 46 минут. 13-16. Чё-то. Иногда хочется постримить аматорку, где вот нон-стоп просто убийство происходит. Ребята на меде с первой минуты лупенятся и объясняют друг другу, на кулаках кто не прав. Им не нужны бутерфляи. Как можно соскучить на такой дотой? Я вчера вот оборзел, когда китайцы на первом уровне столкнулись на меде 3 на 3, лупились тп. Просто довели всё до счёта 4-2 на первой минуте. Так, Жоу попадает на торрент, летать за шторм. Тут же попытка вгрызться в Блэка. Блин был от котла. На время ребята не могли попадать. Ну и, наверное, из-за этого и отошли с ХГ. Тэнкс, за урну, говорит луна. Ну и... Ну... Будет ли заход, крипы сейчас упадут мгновенно, понятное дело. Если в спрейсе дела просто стоят у ХГ. Тем временем, Бракс фармит троллей на 50-й минуте. Ненавистник леса какой-то. Тоже он трентами сейчас в политик с ТТ. И может стоит атаковать ХГ и заставить его как минимум сделать сюда ТП? Или нет? Да и да, у вас появляются луны. Ну, у тебя 6 слотов, Блэк, поздравляю. Фармить больше не обязательно. Ты достигнул своей цели. Вышка начинает падать очень быстро. Фортификейчно нету. Иллюзии идут на бараке. Му впивается Фридомом. Фридом, линку сбили Фридом. Очень быстро погибает. Здесь минус пока что визаж. Разменивает он алхимика. Бракс очень много дамажит по ХСТ. ХСТ вышел, он не вышел с Хексат. Три троих подряд забирает Блэк. Падают бараки. Я думаю, это ГГ для Тонг-фу. Вряд ли они что-то тут смогут изменить. И сразу на Т-4. Рикошет в луну наводит, пишет лох. Падает трон. Жоу пишет good game. Well played. Well played. Ничего не скажешь. Именно то слово. Ну что, дорогие друзья. Первая игра позади. В пользу GD International она осталась. У нас буквально 2, 3, 4, 5-минутный перерыв. И мы продолжим смотреть битву этих команд. Best of 2. Систему проведения. И мы вернемся совсем скоро. А пока небольшая музыкальная пауза.